Верховной Раде хотят принять законопроект о евростандартизации. То есть вы не сможете установить газовое оборудование на свое авто без одобрения разрешения производителя. Но благодаря этому вы сможете более комфортно, удобно путешествовать по Европе, не будет никаких проблем с полицией, с установленным оборудованием. Вот по вашему мнению, как лучше, старая схема или евроинтеграция? Лишь бы это не было долго, и ценовая политика, сколько это стоит, в принципе, сколько это будет стоить, надо понимать, и как долго это будет делаться. В течение 10 дней. Если это не очень дорого, то, в принципе, можно и по-новому. За старую систему, скажешь, зачем? Ну это же лишние будут, как говорится, проблемы создадут водители. Наоборот, это же экология, чище, на газу числить. Да, конечно, лучше, как было, это в твоем праве, что ставить, не ставить. Так что, кому они нужны, вот эти новые введения? Конечно, лучше ставить по-старому. Почему? Ну, а так, если обращаться, это, ну, все равно никто не будет обращаться, все равно будет пользоваться старым способом. Это будет быстрее и выгоднее. Старый метод, который есть. А почему? Ну, мы не предпособлены к европейским стандартам. Так как есть, так я считаю, что будет лучше. Я за старый вариант. А почему? Потому что это евростандартизация? А потому что получится, знаете как, там дай, там дай, очереди, и начинается вытягивание денег, которые... Так я приехал, хотел поставить, я приехал на станцию детства. Просто надо ввести, чтобы там давали бумажку, и все. Можно упростить это все дело. Они же хотят сделать переоборудование, и за это надо оплатить большие деньги. Ну, пускай сделают дешевле, чтобы... Газ же как бы экологический вид топлива считается, правильно? Ну, пускай сделают это дешевым, как бы потенциал будет к тому, чтобы сохранить на Украине или в городе Харькове экологию. Правильно. У нас электромобилей мало. Ну, так пускай газ больше ставят. Против, конечно. А почему вот против? А? Почему против? Как почему? Потому что бензин сколько стоит? 25, ага, сколько стоит? 8. Есть разница? Конечно, у нас реально все на газу ездят, в любом случае. Даже, которые не оформляют в этом, скажи, в ГАИ. Все равно ездят на газу. У нас очень много старых автомобилей. Вот и мы уже 10 лет, да и доходы у нашего населения тоже. Не для евро.